Ему одному известно. Тут к ситуации надо смотреть. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Толкование. Вы, говорит, не тесно помещаетесь в сердце моём. В сердце пространном, сколько бы вас ни было. А в ваших сердцах великая теснота, и вы не можете просторно поместить в меня, хотя я один. То есть я в высшей степени люблю вас, а вы хотя любите меня и имеете меня в сердцах своих, но тесно, не просторно. Вопросы? Второе Коринфянам, 6, 13. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Толкование. Такое же взаимность и равенство, дружбу покажите и вы. И вы распространитесь так же, как распространился я. Показывает, что так и должно быть, ибо, говорит, говорю, как детям. Ничего великого не прошу, когда, будучи отцом, желаю быть любимым от детей. И это обязанность детей. Имеется в виду духовное отцовство. Интересно. Второе Коринфянам, 6, 14. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Толкование. Дабы не показалось, что, говорит, это для своей пользы. Показывает, что нуждается в их любви для их пользы. Говоря, как бы так. Любить меня, значит, чтобы вы не смешивались с неверными и не уклонялись на их сторону. Не сказал, не смешивайтесь, но не преклоняйтесь под чужое ермо. То есть не оскорбляйтесь справедливости, склоняясь и приобщаясь к тем, к кому не следует. Ибо слово «преклоняйтесь» употребляется в том случае, когда говорится о неправильных весах. Когда одна весовая чашка перевешивает другую. Здесь делает различия не между собой и неверными, но между добродетелью и благородством коринфян и низостью неверно. Как отец, видя сына, находящегося в связи с людьми порочными, говорит ему. Какое общение между твоим благородством и их скверностью? Так и апостол говорит, вы – сущая правда, а они беззаконие. Итак, что общего у вас с ними? Вопросы. С кем с ними? Мужчины относятся к этому? Вероисповедания какие-то? Ну, они верные или неверные? Ну, нет. Мы для них неверные, хотя Господь у нас один. Да, да. Что дальше? Наш Господь учит не общаться с неверными, не преклоняться под их ермо. А их Господь учит неверных – секир башка, алах альба. Но христиан они называют людьми книжными, и с ними как-то они по-другому. Писание. Да, люди Писания. То есть, нам, христианам, какое-то снисхождение вроде, да? Не сразу убивать. Постепенно. Или как там, я подзабыл уже, Игнать Ильич, напомнить. Может сделать рабами, чтобы уплатили за кет. Налог. Дуравство у нас. Ну да, но они убивают сейчас христиан, потому что, говорит, по вашим христианским меркам вы только называетесь. И поэтому вы никакие не христиане. Но раз не христиане, мы вам это доказали. Вы что попало делаете. Поэтому вам только и головы резать не нужны. Они у вас совсем не на тех плечах висят. Нам к ним как относиться? Замуж хоть не выходить за них, и то ладно будет. То есть по нашим меркам никакие они не верующие. То есть они Христа за Бога не признают, они не верят, что Он умер и что воскрес. То есть они Его почитают как пророка, как обыкновенного земного человека, который на кресте не умирал, а взят живьем на небо. И никакой Он не Сын, а просто пророк. Уважительно к Нему они относятся. И Иса, и даже в Коране написано «Горе нас, если нас будет судить Сын Мария». То есть Иисус Сын Марии. То есть они все это признают, но дальше не двигаются. Хотя многие мусульмане обращаются к христианам. Бывают и наоборот трагедия, да. Но я думаю, что эти люди никогда не были настоящими христианами, которые становятся мусульманами. Или что такое может произойти невероятное, чтобы поменять нашего любящего Бога, всепрощающего на... Давай, Владимир. Я сегодня интересно ехал в автобусе от брата Игоря Добунова. Он, слава Богу, дома сейчас. Вот, помогал ему там работать. Еду, а там у него рядом мечеть. И автобус-то сел на следующей остановке, а их там половина автобуса, молодежи, мусульмане, молодые. Ну, еду так, про себя молюсь. А потом что-то так случай подставился, что они сидят там, общаются между собой. Ну, думаю, задам им несколько вопросов. Решил начать с бороды, что они это, побритые-то все. Вот, говорю, вам вообще разрешается и сказать, со скольки лет-то это бороду-то? Это нельзя трогать. Они говорят, с 12 лет. Все, и он меня сразу встречный вопрос. А вы каких пророков признаете? Я говорю, которые в Библии написаны, это у нас почитается. Ну, а каких еще, кроме этого, которые в Библии, говорю, это у нас пророки, говорю, я-то понимаю, к чему он меня клонит-то. Он такой, а каких еще, говорю, вот, я говорю, вы же, я вам прямо, говорю, только, которые в Святой Библии написаны. И второй вопрос, он говорит, а мясо свиное вы едите? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, ну, во-первых, она не очень полезна, а во-вторых, говорю, ради воздержания, ну, и для того, чтобы с вами беседовать, говорю. Вот, это. И я им сразу, Евангелие от Иоанна, 14, 6, говорю, вы знаете, говорю, путь спасения только через Христа, говорю. Евангелие от Иоанна, Господь сказал, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так что, говорю, а он такой, так вы сами-то, типа, это, там, читайте Ветхий Завет, я его каждый день читаю. И когда мы прощались, он такой, говорит, вы все-таки читайте Ветхий Завет. Чего там в Ветхом Завете, не знаю. Ну, вот так вот вкратце получилось беседу. Куда идти, на мусульманство, они, может быть, близки. Не сказал. А, про бороду, да-да, я уже вопрос-то, ответ-то не сказал их. Они говорят, у нас не советуют, как бы запрещают, чтобы их не подумали, что они, это, плохие люди. Ваххабиты. Ваххабиты. Он ваххабит не сказал, он сказал плохие люди вроде как мы, если мы с бородами. А мы-то на днях с Надеждой Васильевной идем, тоже, и мужчина идет такой здоровый, с бородой такой, а у них чем-то вот отпечаток на лице мусульман сразу видно. Вот я сразу отличаю, это мусульманин или это русский, хотя бы даже он был, это, неверующий, ну, так, вернее, верующий, но из другой нации. А Надежда Васильевна к нему подходит, и же, нау предлагает, православный. Я говорю, так это, потом отошли, говорят, это же мусульманин. А он так и сказал, говорит, а я же мусульманин, говорит, ну, ничего не стал брать, конечно. И от чего еще, хотя он место описания вспомнил. Евангелист Иоанн сказал в послании, он говорит, всякие приступающие учению Христово и не пребывающие в нем не имеют Бога. Пребывающие в учении Христово имеют и отца, и сына. То есть, это как мусульман не отнесся. Так, дальше прочтем. Второе послание Коринфянам, шестая глава, пятнадцатый стих. Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое участие верного с неверным? Толкование. Желая всеми способами побудить их отстать от неверных, не сказал, какое общение у находящихся во свете с пребывающими во тьме или у последователей Христа и чад Велиара. Но на место лиц поставил самые вещи, свет и тьму, что гораздо более выражает также Христа и Велиара, что означает отступника. Через это сделал речь свою более грозной. Здесь напомнил о лицах, дабы не показалось, что обвиняет только зло или похваляет добродетель. И вот у меня вопрос. Есть грех, есть грешник. И вот говорят, нужно ненавидеть грех, а грешника нужно любить. а я не могу его любить. Он такую мерзость творит, что мне противно к нему даже прикоснуться, даже в мыслях, чтобы вот он жил со мной. Толерантность вот эта. У меня нету этой толерантности, я не могу. садовский грех, как я не могу, вот не могу. Это что, грех вот я, что ли? Как я, ну я не могу его любить такого. Покаяться, да, очиститься, да. А пока он в этом, ну как? Что я с ним буду общаться? Нет, я его убивать, конечно, не буду, но я не могу любить его на данный момент. У меня плохое духовное состояние или нормальное. Я знаю, что Господь и сжег Содом и Гамору, что у вас должны быть такие же чувствования. Но опять же, когда Христос шел с учениками, они в один город не пустили, они ему предлагали, да давай, говорит, попросим огонь с неба, так же, как на садомлянце. Не знаете, какого вы духа? Вот у меня вопрос, какого я духа? Я не хочу их не сжечь, не хочу, но я не могу к ним быть толерантным, терпимым. Если я буду их терпеть, они меня таким сделают, или сына моего, дочь мою сделают, такой же. Как их терпеть-то? Ну, они сейчас пойдут, эти гей-парады со всех сторон, а я буду сидеть и терпеть. Мне очень понравилось, как в Грузии они вышли, священники, и все их разогнали, этих садомитов. Правильно они сделали, я считаю, И вот здесь как раз толковательно говорится, что вот есть вещи, чтобы сделать речь более угрозной, не просто добро и зло, Христос велиар, то есть свет, тьма, то есть наоборот, вот как бы никакой толерантности тут речь. Такой вопрос у меня. Кто желает высказаться по этому поводу? Все повторю, нужно ли ненавидеть зло и грех, это понятно, но человек, пребывающий в этом, конечно, потенциальный брат, я понимаю, что Господь не отнимает покаяния ни у кого совершенно, и из этой пропасти вылазят люди, и есть тому свидетельство в интернете. Я после того, как посмотрел это свидетельство, то есть человек покаялся в этом грехе, и теперь он как раз борется против этих сообществ, ГБТ, так называемые, это. Свет радуги еще присвоили себе, главное, это меня вообще возмущает. Желаю, кто высказаться по этому поводу? Ну, давай, я скажу. Вкратце скажу только, вот Игнатьевна часто повторяет, что оружие у нас должно быть одно, любовь, то есть к мусульманам, к евреям, другим, ну, то есть по возможности засвидетельствовать, как согласно Святой Библии, рассказать о геене, вот это вот, о Содоме, Гаморе, как Господь сжег. По возможности, где-то, если человеку надо помощь, помочь ему, о чем-то еще ему это поможет, если, говорится, только с страхом Божиим засвидеть по Евангелию, больше никак уже. Если есть возможность, говорится, не общаться с ним, но по возможности засвидеть, ну, вот только так, вот я вижу, больше никак. А вот то, что ты говорил о демонстрации, я считаю, что это антихристианское, идти там их, выгонять там, гнать их и так далее. Потому что ты сам сейчас места Писания привел, что не знаете, какого духа. Ну, я не хочу, говорю, чтобы огонь на них с неба сошел. Я их не буду из огнемета полить, я их из водомета, например. Это не огонь. Это две разные вещи. Пусть остынут, охладятся еще. Все, что их сразу огонь? Конечно, нет. От огня-то они погибнут, в ад пойдут, а от воды, может быть, и это... Дело в том, что, брат, этим таким методом, это мы, я сразу вспоминаю вот этого, как его, Царионова. Что он, он же рекламу тоже, реклама плохая. Он берет кирпич и разбивает рекламу. Сегтанты, они плохие, тоже кирпичики. То есть, можно таким методом дальше зайти уже. Он же в людей-то не кидается, а именно вот просто в рекламу в плохую. Ну, Володь, вот ты хорошо, вообрази. Вот они вот придут завтра на ползуново шеи, зайдут, и будут у тебя под окнами орать. И ты будешь сидеть с капустой в бороде, и ничего даже не выйдешь, и будешь их, я вас люблю, и не скажешь, ребята, ну, вы что-то попутали, наверное, и милицию не вызовешь. Как это не вызовешь? Выдешь их сидеть. Полицию вызову, конечно, как это не вызовешь? Ну, а как? А они их палками побьют, то же самое. Может быть, даже и черемухой на них, это самое. А то, может быть, полиция придет, и рядом станет, как в Европе, и тоже будут пританцовывать с ними, понимаешь? Ты задал вопрос, брат, ты задал вопрос о том, что они будут митинговать. Речь не идет о том, что ты сейчас сейчас. Я про это и говорю. Понимаешь, зло, оно, если мы как, как еще фильм-то Гитлер, чтобы распространилось зло, достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. Помнишь такое место? Конечно, помню. Ну и все. Давай любить ничего не делай. Нет, мы-то делаем, мы же словом-то говорим, обличаем их в грехе. Так вот, я прохожу. Ну, а если они этого слова не понимают? Ты им слова, а они два. Бог есть любовь, и все, и все, и давайте, и давай, мы тебя познаем. В Евангелии как написано в Библии именно, что для кого закрыто благоествование, закрыто для погибающих. Вот и все. За свидетельство отошел. Так, ну, ну еще кто-то желает по этому поводу. Сердца забиты мирским. Ладно, идем дальше. Сергей, можно я скажу? Давай. А как же вот вы говорите, для погибающих? правильно, для погибающих. Но они же эти других в свою погибель тоже за собой тащат? А как Павел-то сказал тогда, ты сын дьявола, доколе совращать ты будешь людей? И поразил его. Почему этот пример мы забываем? Это как-то к нам относятся, мы можем как-то поступить согласно этого. Да, вот так бы выйти бы, вы, дети дьявола, а не раз все бы ослепли, как вот такую бы веру иметь. И все. И поползли на карачках. Нету пока такой веры. Я не знаю. Или Господь попускает, уже доколе сам он придет, даже антихрист будет говорить к словам гордые и богохульные. Бога будет хулить, пока Христос не придет. И написано даже победят святых вот эти все мерзопакостные товарищи. Если веры недостаточно, почему бы силы их не разогнать? Уж не убивать действительно, а просто применить силы, чтобы они других людей не совращали. Позволительно ли это или нет? Хороший действительно вопрос. Да, и, понимаете, Путину тоже этот вопрос задают, они же выступают и проповедуют это зло-то. Если бы они у себя в тихушечку этим занимались полбеды, но они эту беду-то привлекают в парад-то для чего? Они на парад сегодня вышли 50 человек, завтра их уже 250-то. И Путину говорит, а у нас вопрос, что он-то тоже их боится-то, они богатые, видать, люди, влиятельные. У нас только против детей, детей нельзя вовлекать. А взрослых, значит, можно, товарищ Владимир Владимирович? Пожалуйста. Угнать Тихонич, ваше мнение интересно услышать по этому поводу. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот поставь первая вешка. Вторая. Не знали те, что дружба с миром, если вражда против Бога. Это опасно. Речь идет не о дружбе, а о свидетельстве. Если он голоден, враг, накорми его. Прямо дается программа. Жажет, напой его. И делая сие, не написано, что тут как-то прямо ты без него жить не можешь, такую любовь восхитительную показать. А накормить, есть, поделился. И делая сие, соберешь ему горящий уголь на голову. Почему стыдно станет? Вот конкретно об этом и говорится. Что нужно сделать для того, чтобы он увидел, что я ему не враг? По крайней мере. Вот я иду по камерам, сотрудничаю с тюрьмой, и там подходят такие люди, которые видно, что они не русские, сидят. Но я иду не с пустыми руками, у меня есть Евангелие, бумага, бывает еще что-то дать, чистая бумага, там же ничего нет своего. Я в первую очередь стараюсь им дать. Понимаю, что он в другой обстановке, другая пища, другое отношение. Он преступник, разбойник. меня это не касается как врач. Врач обязан помогать всем. Вот специальная премия придумана Нейтенгелла-то. Она помогала, я не знаю, она немецкая была, видимо, медсестра, помогала тем и другим. И в войну было точно так же. В плен взяли фашисты, пришли под Москву и все равно их лечили. Но по-хорошему-то так и должно быть. И так, ты видишь, духовно он никакой. Засвидетельствую ему. Тогда легче примется, когда он увидит, что твои дела впереди тебя идут. Вот я не знаю, когда говорят о мусульманах как-то. В одном собрании тут вызывает городская администрация религиозных деятелей и меня тоже вызывают там. И вот ну все это, чтобы, понимаешь, мирно было и конфронтации не было. И вот выходит, ну какую он роль занимает, я не знаю, но не имам. Не имам. Имам рядом сидит. А вот такой вышел, видно, что он мусульманин. И начал. Вот знаете, вот сеется эта вражда такая, что прямо невозможно здесь уже вроде в Варнауле жить. А который председатель, то он не для этого собрал. А собрали где в доме дружбы немцев. Он, этот человек здесь находится. А тот сразу насторожился. И где он такой? А он на меня пальцем показывает. Вот он сидит. На меня. На меня, мусульманин. А начальник, он меня хорошо знает, он глянул, говорит, и в чем это выражается? Ну, он говорил, что спасение только Христос спасает. Так это моя вера по Библии. И все, махнули рукой на него, он сел. Я вышел, в коридоре стоят он и еще там один. Видно, что это их руководитель-то. И меня пальцем манут. Думаю, я попался. Я подхожу, и в чем дело? А вот вы говорили Магомеда, это неправильно. Я говорю, а почему неправильно? Мухаммад. Я говорю, ну Мухаммад, а дальше-то все же то же самое остается. Коран, я его несколько раз прочитал, на него симфонию составлял, сравнение делал с Библией, 18-й том, посвященный ему. Больше ничего не сделали. Но они видят, что расположен к ним. У меня ролик есть, я в доме Мулы, нахожусь и свидетельствую. И как там принимают? Она мусульманка, жена Мулы, и она на каждом шагу, отец, учитель, идем по городу, а она кого не увидит, и увидели, это ваш муж, она говорит, нет, это мой учитель приехал ко мне, а сама улыбку сдержать не может. Сходили в мещать, и оттуда пошли, говорит, в православный храм, и она пошла. Вот идет работа. Я вообще из лексикона исключаю слова, такие как Коран, Мухаммад, Аллах. Вот три слова, которые вообще не поминаю. Почему? Но оказываю ему благорасположение тем, что он в нужде, ему надо помочь. И попутно я ему говорю. А вот говорят, если бы он сбежал какой-то там ваххабит, а я вот малину брал, и там его нашел, он лежит, вы бы ему помогли? Да, помог. Я бы разведал все, где он живет, и постарался отправить его как-то домой. И средствами, и всем помог. Но взял бы слово с него, что никогда больше убивать не будет. Никогда. Вот на этом условии. Вот мое разумение такое. Любовь заключается не в том, что ему это нравится, а то, что с позиции вечности я оказываю ему добродетель, открывая путь спасения. Я вот в Ленинграде был, там они собрались вместе в какое-то совещание, или кто, мулы, ну как у нас епархиальный совет-то. И я там разговаривал с ними. Нормальные люди совершенно. Они только что вернулись в поклонение, где-то в Йемене были, где они, не знаю, в Каабе, в Мекке там были. Ну, видно. Знают. Хорошо беседовать с ними. Но это старики. А молодые вообще не знают. У них два вопроса только. Кто последний пророк? Ел, нет, свинину. Все, знания кончились. В Потеряевку заехали. По Потеряевку едут картошку покупать. Да и сразу на меня наткнулись. Открыл. А кто последний пророк? Он ничего не знает. Я говорю, и кто? Мухаммад. Я говорю, нет, Иноха или Илья будут. Аня кабинку закрыли, ничего не знает. Что ему рассказывать-то? Но отношения совершенно нормальные. Люди подъехали. Любить меня нет. Нужны показывать, что я прям не могу его, если не обнимут, я умру. Нет. В чем он нуждается? В этом заключается любовь. Если любите, соблюдите заповеди. Это не восторг моей души, а мои дела. Если любите, говорит, соблюдите. А заповеди как? Враг голоден накорми. А то под словом львов начинает выискать какой-то восторг. Я увидел мусульманина, в обморок падает, да то он хороший. А он, говорит, прячет нож за голенищем. Ну, все у меня. А то больше скажешь, ты дома не выйдешь. Ну, так, ну, вот еще, еще вот по моему вопросу, по мусульманству понятно, по терпимости вот этим гей-парадам ваше мнение еще вот. Вячеслав, в Греции, у них парад назначается. Ко мне сразу выходит по скайпу священник, православный священник Юрей, мой крестник. В моем доме он пришел. Ну, и говорит, какие тексты бы такие взять-то? Ну, я ему сразу текста 4 дал, чтобы они написали тексты и прочее. Ну, он никак не участвует. Идет, только дает интервью, говорит, а их там и не так много. Да, как их там собрались, гляжу, бежит с табуреткой священник их лупить. Их едва монотбили в машину и больше нигде нету. Все. И, гляжу, два парня ходят, решили испытать их. Ну, один подошел и начал говорить, дескать, отойдем в сторонку-то. Вроде для греха. Он ее отвел, говорит, оттел, потом как ему дал его морду этот грузин-то. Они ее спровоцировать хотели. Как они посмотрят-то? Ну, и все, он получил свое. И все это записано, показано. В Грузии не прошло. Там такую бучу устроили не как на Украине. И все закончилось. С Саакашвили ушел Михаил. Вы бы что делали? Ну, я не знаю. Я, во-первых, грех этот, с трудом верю, что такой грех существует. Но, однако бы, все равно как-то бы сказал, подошел и сказал бы о Содоме, о Гаморе. Что больше сказать? Я не встречался с ними. Вот здесь вот в интернете вышли на меня двое и говорили, я говорю, вы согласны? Не против, что я выставляю в интернет? Да нет, мы бы не хотели. Ну, не хотели, я говорю, до свидания, закрыл. А на меня вышел знакомый один, Сергей, парализованный-то, он умница такой, он говорит, и вы ничего не поняли, нет? Да это же садомиты на вас вышли. Я ужаснулся, я говорю, как-то узнал, что вы не видите? Он мне стал говорить, какие признаки. Я говорю, а у меня ума на это не хватило. Я с ним разговаривал как с человеком, а он в потерявку собрался приехать-то. А Сергей сразу их разоблачил им. Выдернул паспорт и показал. Да. Ну, вот и оказываем после этого любовь, а не... Надо людей хороших иметь, вот как Сергей. Он сразу показал и все. Так, ну, продолжим чтение, писание. Второе, Карифеном 6,16. 6,16. Да, 6,16. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. Толкование. Неверные суть храмы идолов или даже самые идолы, а вы храм Бога, не того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая совместимость, то есть подобие, сходство между вами и ими? Дабы не показалось, что листит, писание подтверждает, что они храм Божий. Обитание в нас Бога обусловливается в чистотой жизни, а хождение его в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист, а когда он побуждает его к другому какому-либо делу, говорится, что он ходит в нем. Это значит, когда Бог пребывает его, когда Бог бывает его Богом, то он выступает в чин патриархов. Вот это тоже непонятно последнее. Читали с Глушковым, как в чин патриархов, о чем здесь речь, кто вступает, когда вступает. Игнать Кипинович, можете пояснение дать? Вот смотри, вернемся сначала, какая совместимость Храма Божия с идолами. Я другой хочу показать. Баптисты, сектанты и все отщепенцы от церкви, они говорят иконы идолы. Изображение идолы. А Павел говорит, а какая совместимость Храма Божия с идолами? Христос пришел, говорит, молитва наречется, дом Божий? Да. А вы идолы, говорите, иконы, какая совместимость? Мой дом. А где Христос пришел, там иконы были от пола до потолка внутри и снаружи? Откуда-то известно, ну откуда, 47-15 считаем книга про языки или изображение, слово изображение это икона. Вот это первое. А здесь говорит, что когда мы живем, Бог живет в человеке, когда человек живет чисто. А что чисто? Вы очищены уже через слово мое, то есть он считает писание, молится, вникает в себя и в учения, занимается с ним постоянно. Тогда Бог побуждает его к другому какому-либо делу. Вот. Тогда мы смотрим в конце, что он ходит в нем, ходит, Бог говорит, в человеке ходит. Это значит, когда Бог бывает его Богом, то есть человека верующего, то он, тот человек, вступает в чин патриархов. Каких? Кому открылся? Патриарху Аврааму, патриарх Исаак и Яков. Ты делаешься подобным им, в один раз становишься. Так же избираешь одного Бога, никого, кроме Бога, единственного этого Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова. Ты в этот чин вписываешься, как бы, Бог Яковлев, это твой Бог. Вот и все. Понятно. 2 Коринфянам 6, 17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас. Толкование. Не сказал, не делайте глупости, но не прикасайтесь к ним. Нечистота же бывает двоякая, телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамятства, обманы и тому подобное. А к телесной нечистоте относятся блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. И так хочет, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Выйдите из среды неверных и отделитесь, то есть живите отдельно и будьте чистыми, и тогда приму вас. Ибо когда отступите от пророков, тогда соединитесь с Богом. Вопросы? А вам не приходилось встречать сектантов, которые это место используют, когда почему не в церкви, не в православной? А вот же написано выйдите и отделитесь, вы посмотрите что там творится. Попы пузатые и начнут там. Вот мы вышли, отделились. Было такое у кого-нибудь? 2 Коринфянам 6, 18 И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и челями, говорит Господь Содержитель. Толкование «Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас через крещение?» Комментарий Игнатия Лапкина «Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об этом таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше, принятие Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. Сегодняшние же, в кавычках, крестители все сводят только к самому акту крещения, совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению и само крещение есть ложь. вопросов? Игнать Тихонович, есть что добавить по этому поводу? Ну что добавить, а кто так говорит? Вот мы должны смотреть на кто говорит Вот сегодня я материал рассылал и тебе послал там один священник Даже по мере не хочу называть Ему вопрос задали, почему платки надо надевать, а вот девочка не надевает Он говорит, я даже стал сомневаться, священник ли это, скоморок какой-то Что он выдумывает, что говорит, у него веры никакой нет Он совершенно неверующий, поп стоит И плетет такое, даже если я где-то скажу, мне скажут, что вы думаете Да разве такие священники есть, я знаю Но я многим скинул этот материал и завтра в событиях дня это покажу Да зарядите сами, почему носим, кажется, платок или как-то они называются По-русски только эти слова надо зарядить По-русски Я сейчас даже открою Потому как, хоть у нас и немного людей-то, но все равно могут это задать Сейчас прям минутное дело Почему женщина в храме покрывает голову? Вот это зарядите в ютубе Почему женщина в храме покрывает голову? Даже не верится И он говорит, что это знак для ангелов Ну понятно, для ангелов И как он толкует-то? Он говорит, ангелы, это демоны Это демоны, как говорят народе Там, чтобы волосы путает там ночью она женщины То есть он вообще То ли он глубоко в будуна, как говорится, после пьянки, то ли что И он где-то зашел, говорит, у меня дочка, девочка-то завел в храм Она без платка А подошла к ней сразу там, видимо, монашка и сказала Почему же без подката? Он говорит, так она девочка Все равно наденьте платок Он говорит, что ты меня учишь? Я священник Это моя дочь Он сам рассказывает о себе Все разрешается Лишь бы люди только покупали свечки и приходили В брюках она придет Срамная какая, нечистая Он ничего не говорит Все оправдывает Я 12 вопросов задал И как бы не ему, я нашел, куда скинуть Если это так, то почему? А если это так, то почему? Я могу даже это открыть Я не знаю, почему ты, Сергей, это Я не знаю, не вышел или как, или не прочитал Вот я сейчас покажу это как Я вот в чат сейчас закинул В чат, в чат, вы видите на скайпе Вот этот ролик там, девушка в платке стоит И волосы у меня видать-то Ну это, это-то так Но тут другое Сейчас я прямо мигом открою Из какого, кто тут есть такие Вот Что-то мне так открылось И сразу открывается Вот смотри, что-то написано Я ему написал Заведите этот заголовок в ютубе Прослушайте, что говорит священник Первое Если священник благословляет Не надевать платок Или иное что А Бог не благословляет Говорит плечевой феофан затворник То, что будет утверждено на небесах Я отвечаю Составить ответ вовсе нетрудно Но тогда необходимо будет сделать статье Видеоролику Иной заголовок Первое Не как он называет Женщины там носят Первое Почему ныне Женщины в храме Не покрывают голову И почему священники Потворствуют этому Вот такой заголовок Надо этому Видеоролику сделать А под ним Написано будет такое Малахия 2.7 Ибо уста священника Должи хранить ведение И законно ищут отус его Потому что он Вестник Господа Самового Второе Или назвать иначе Этот ролик Зачем нужны сегодня Духовные семинарии Академии И ответ Исайя 47.10 Я ничего не говорю Только вопросы задаю Ибо ты надеялась на злодейство Тое говорила Никто не видит меня Мудрость твоя Знание твое Они сбили тебя с пути И ты Говорила в сердце своем Я и никто Кроме меня То есть так думать И ты все отвергли Третье Или назвать надо ролик так Куда ведут нынешние батюшки Любвисты Свою паству Иеремия 23.30 Посему вот я на пророков Говорит Господь Которые крадут слова мои Друг у друга Или назовите так Четвертое Что делать если мерзость запустения Признана законом Исайя 59.4 Никто не возвышает голоса за правду И никто не вступается за истину Надеются на пустое И говорят ложь Зачинают зло И рождают злодейство Или назовите так Пятый вариант Почему упадут в яму слепец Который может быть даже обречен в рясу И тот кто раскрыл рот Слушает всякие бредни в храме Не сверяясь ни со словом Божиим Ни с трудами святых отцов Церкви Христовой Матфея 15.14 Оставьте их Они слепые Вожди слепых А если слепой ведет Слепого То попадут в яму Или назовите так Было ли когда в Церкви Божией такое Чтобы так бесстыдно Искажали смысл Святой Библии Как ныне Уже не стыдя Свящает служитель алтаря Будущие облачены Священническую одежду Ибриза алтаря Так и стоит Ответ Иеремия 5.29 Неужели я не накажу за это Говорит Господь Я не отомстил душа моя Такому народу как этот Изумительно и ужасно Совершается в всей земле Пророки пророчествуют ложь И священники Господствуют при посредстве их И народ-то мой Любит это Что же вы будете делать После этого Или назовите так Можно ли ожидать Улучшения нрава В священстве и в народе Если грех искажения Текстов Святой Библии Оправдывают И заменяют Вымыслами человеческими И как бы ведут Слепотствующих в небо Осия 5.4 Дела их не допускают Их обратиться к Богу своему Ибо дух блуда внутри них И Господа они не познали Или так назвать ваш ролик Значит Почему самыми ярыми Защитниками нарушения Слов Духа Святого Являются ныне Именно служители алтаря И их слушают Я советую им 2 Тимофея 4.3 И будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать себе Учителей Которые льстили бы слуху Он говорит Если она зашла в брюках Не троньте Она пришла Пришла Не надо трогать И от истины Отвратят слух Обратятся к бастям Подробно говорит Коринфины Там были блудницы Все говорит Но не говорит Только то Что Слово Божие говорит Он много знает Ему это преподавали Он все это Выкладывает народу Мерзость Девятое Я говорю Назвательно так Если Дева не выйдет замуж А вы говорите Если Дева Она должна быть без платка То когда же ей В каком возрасте Можно и нужно Будет надевать Или покрывало Платок на голову Если она не выйдет замужем Она и старуха будет И без платка будет На это Закона никакого нет И десятое Или назовите так Кто позволил Мужчинам Облеченным саном Разной величины Носить на голове Шапочки Кипы Митры Камелавки И прочее покрытие Во время Богослужения Молитвы Исайя 45 23 Мною клянусь Из уст моих Исходит правда Слово неизменное Что предо мной Преклонится Всякое колено Мною будет Клясться Всякий язык 1 Петра 1 25 Но Слово Господне Пребывает вовек А это есть То Слово Которое вам проповедано Ну и еще одно Одиннадцатое Так Двенадцатый Последнее Какое наказание Обещано Духом Святым Тому Кто проповедует Иное чем Святой Библии И Галатом беру 1 8 Глава 9 Анафема Если даже ангел С неба Не стал Будет благовествовать Не то Что мы благовествовали Иисус Христос Вчера и вовеки Тот же Вот и ответ Он всюду и везде Этот годен Народу ничего уже не нужно И он никому ничего не скажет И главное В Греции Наоборот Она идет с платочком Как к храму приходят Даже бабушка снимает И платочек кладет сумочку А зачем И отвечает Знаете Эти люди Долго были Угнетаемы Мусульманами А мусульманки Все голову закрывают Так это как протест Выражается Так протест Против Божьей заповеди Это священник Стоит и городит Городит Вот Зарядите Уведите Фамилия Имя Я даже произносить не хочу Вот и ответ До тех пор Пока люди Не познают Бога Сами не будут жить В Боге Все остальное Не имеет никакого Значения Вообще никакого Ходишь ты Не ходишь Вот так Так У кого есть вопросы Можете задавать Если вопросов нет Идем По описанию Дальше Второе послание Коринфянам Седьмая глава Первый стих Итак Возлюбленные Имея Такие обетования Очистим себя От всякой Скверной Плоти и Духа Совершая Святыню В страхе Божьем Полкование Какие обетования То есть Что мы Храмы Божьи Что в нас Обитает И ходит Сам Бог И Отец Очистим себя От нечистых дел Ибо это Означает Скверно Плоти И скверных И страстных Помыслов Ибо это Означает Скверно Духа То есть Души Недостаточно Говорит Удерживаться От нечистоты Но Должно Делать И нечто Доброе Святыню То есть Чистоту Целомудрия Присовокупил Страхи Божьи Или потому Что Есть Целомудрие Сохраняемое Из Человекоугодия А не Страхи Божьи Или для того Чтобы показать Нам Как Должно Сохранять Троны Именно Страхи Божьи Ибо Как Невелика Сила Плоти Но Имея Страх Божий И победишь Ее неистовство Под святостью Разумею Не одно Целомудрие Но и вообще Всякую Чистоту В жизни Вопросы Второй Кайфенов 7.2 Вместите Нас Мы Никого Не Обидели Никому Не Повредили Ни От Кого Не Искали Корысти Толкования Опять Говорит О Любви Прежде Навел Страх На Них Сказал Что Они Отступили От Него И Присоединились К неверным И к Нечистым Теперь Смягчается К ним Говоря Вместите Нас То Дайте Нам Пространное Место В себе Чтобы Нам Не Было Тесно У Вас Намекая На Лже Апостолов Говорит Никого Не Обидели В Имуществе Никому Не Повредили То Есть Не Обольстили Повредив Ум Нечестивым Учением Ни От Кого Не Искали Корысти То Есть Не Искали Себе Прибыли Под Предлогом Проповеди Вопросы Вопросы Ну Сегодня Разве Возможно Такое Чтобы Кто-то Боискал Бо Корысти Под Предлогом Проповеди В православной Церкви Есть Такое Или Это Только У Ситантов А у Нас Вообще Слово Божие Забыто Не Проповедуется А ради Денег Даже На ум Никому Не Приходило Известно Вам Такие Случа Игнать Тихонович В православии Чтобы Ради Корысти Проповедовали Не торговали А проповедовали Не так Что Прямо Я буду Проповедовать А вы Мне Деньги Платите Но Если Он Проповедует Он В почете Ему Звание Другое Приписывает Теперь Он Не Ирея Проте Ирей Из Пресвитера Потом Может Проте Пресвитер А за Что За То Что Он Хорошо Проповедует То Не Говорится За Что Да В этом Ничего Особенного Нет Ибо Сугубая Честь Павел Говорит Тем Которого Слово Божие Проповедует Это И так Понятно Потому что У него Связано Это С поездкой Где-то Он Ездит Но Чтобы Он Имел Это Намерение Корысти Но Это Же Внутри Человека Как Узнать Может Он Действительно Дорогу Пробивал Так Вот Написал То 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 Это Учитывается Да Мало Того Он Проповедует Да Проповедует О покойниках Мощи Какие-то Я знаю Таких И вот Книжку Издал И дальше Что Монаш Принял Слышу Уже Его Епископом Сделали А Епископом Сделали Это Князь Теперь Деньги Идут Рекой Так А Начало С чего А Из-за Того Что Он Выделился Из С той Среды Среди Священнической Он Стал Проповедовать Говорить Думал Он Или Не Думал Павел Говорит Иные Не Чисто Проповедуют Думаю Увеличить Тяжесть Уст Моих Но Что До Того Как Бы Не Проповедовал Я И Тому Рад А Обвинить Его Никак Нельзя Но Его Обязательно Отмечает Церковное Начальство Ему Лучший Приход Дают Из Деревни Вытащат В Город Где-то Там При Епископе Положение У него Меняется Они Буквально Плавают Как Сыр В масле На разных Дорогих Машинах Уже Ездят Он В важном Находится Вместе Он Проповедует Он Говорит Отвечает На вопросы Он С народом Служит Я их знаю По фамилии Даже Священников Где бы они Ни были Они везде В почете Но О чем Говорит Он Десятки раз Заганит Высшестоящему Епископу Нигде Ни слова Не говорит Что надо Он Слова Не скажет Но У него Все Так Гладко Чисто Он Говорит Вы знаете Самых Говорунов Которые Я У них Говорю У них Сыпется Как Просто Из Дырявого Мешка А Слово Божие Не Привязывает А Его Выделяют Его Приближают Он В Москве Вблизи Там Самых Лакомых Кусков Прямо Обвинять Никого Нельзя Но Именно Вот Это Помогает Им Выйти На Тактический Простор Грести Деньги Лопатой Сергей Можно Привести Пример У меня Был В жизни Случай Это Я Еще На Урале Был И В Один Храм Приходил Один Мужчина И Как-то После Занятий По Слову Божию Мы Один На Один С Нем Остались Володя В Екатеринбурге Там Курсы Были Кратизатор Он Пошли Учиться И Потом Он Наклоняется Кухом И Там Хорошо Платят Я Сразу Отшатнулся Думаю Надо же Какой человек Туда Лезет И Чему Научит Народ Вот Тебе Пример Ради Корысти Хотел Курсы Быть Ну Батюшка С Одним Зьякон Рукоположили С Украины Все Это Мерзость С Украины Бритые Там Такие Они Небрежные Все Хуже Их Никого Нету Кажется И Вот Он Идет Дьякон Рукоположен А Батюшка Говорит Теперь Ты Должен Евангелие Лучше Знать Читать Он А Шо Ца Таке Он Говорит Как Ты Книгу Не Штал Нет А Зачем Ты Стал Грош Изробит Грош Он Работать Не Хочет Одного Такого Ставили Гриша Его Звать А Он Трактористом Был Ну Вот Высокий Рост Черный Так Представительный Импозантно Выглядит Как Экстериар Хорошего У него Архиерея Прислуживает Архиерейская Служба Там Где-то Пуговки Застекнуть Надо Подать Что-то Да Не Может Он Рассердился На него Архиерея Это Докукин А Генеон На Сибирске Это Все Было Он Говорит Да Такой Дурак Тебя Какой Дурак Да Котовый Ест Такой Владыка И Владыка Та Шатнулся Ну Тебе Ничего Не Сделаешь Одна Была Там Она Харистская Но Муж У нее Никакой Он Единственное Для чего Его Потом Выпускали Из Алтаря Бабки Накладут На стол И Как Только Последнее Слово Скажут Он Знал Где Это Он Сразу Выходит Корзины Две Полных И Нужный Человек Она Просила Владыку Мужа Моего Руку Положите Да Он же Не Знает Да Не Надо Он Будет Только Дело Поднести Чтобы Ее Назвали Матушкой И Наконец Его Руку Положили И Он Одет И Ничего Не Говорит Глухонемой Как Будто Б Батюшка Наш Удивлялся Как Он Знает В какой Момент Из А он Сразу Заходит И Корзина Нагрузит А у него Из Рух Уже Не Вырежь Он Уже Священную Корзину Положил Это Вносибирске Все Было Вот Тебе И Думай Теперь Корысти Или Не Корысти Симония Сплошная Священникам Тоже Нужно Кушать Что Это Ваша Слава Священникам Есть Нужно Они Себе Взяли Взяли Ну Пускай Никто Не против Что Взяли Сколько Взяли Ну Правильно Все Взяли Ну Его Рукоположили Дьяконом Быть А не Со Стала Сгребать Я К чему Говорю Да Должны Обязаны Просто Это Наша Обязанность Капитана Кормить Иначе Какие Это Моряки Все Это Так Правильно Говорит И Сугубо Честь Оказать Тем Которые Проповедуют Слово Божие Павел Б так Не Говорил А Отсюда Вывод Которые Не Проповедуют Их Вообще И Кормить Не Надо А За Что Его Кормить Что Кодилом Помахал Второе Коринфянам 7 3 Не Восуждение Говорю Ибо Я Прежде Сказал Что Вы В Сердцах Наших Так Чтобы Вместе И Умереть И Жить Толкование Говорю Это Не Для Того Чтобы Осудить Вас Откуда Это Видно Из Любви Что Вы В Сердцах Наших Ибо Так Как Иной Может Быть И Любит Однако Не Хочет Подвергать Себя Опасностям Кто Говорит Чтобы Вместе Умереть И Так Как Много Есть Таких Которые Не Радуются Благоденствию Друзей По Зависти Кто Присовокупил И Жить Мысль Сказан Нам Так И В опасностях Не Обегаем Вас И В Благоденствии Живем С Вами И Не Завидуем Вам Вопросы 2 Коринфянам 7 4 Я Сказал Это Не Для Того Чтобы Осудить Вас Но По Своей Великой Смелости В отношении К Вам И Желание Побудить Вас К Добродетели И Во Что Я Не Осуждаю Вас Видно Из Того Что Пред Другими Хвалюсь Вами И Справившись Говорит В том За Что Я Осуждал Вас В Прежнем Послании Вы И И И И Не Только Утешили Меня То Есть Освободили От Печали Но И Обильно Исполнили Меня Радостью Обилие Радости Означает Словом Призабивую Радость Эта Говорит Была Такова Что Во Всякой Скорби Нашей Как бы Она Не была Велика Превозмогала И погашала Скорбь Это Казалось Бы Противоречит Сказанному О них Немного Прежде Но На самом Деле Не Противоречит Ибо То И Другое Свойственно Любящему Первое Как Обличающему А Последнее Как Ободряющему Потому Что Обличения Бывают Не По Неприязни Но От Сильной Любви Вопросы Второе Карифеном 7 5 Ибо Когда Пришли Мы В Македонию Плоть Наша Не Имела Никакого Покоя Но Мы Были Стеснены Отовсюду От Вне Нападения Внутри Страхи Толкование Повествует О своей Скорби И Говорит О ней В сильных Выражениях Дабы Показать Как Велика Была Радость От Них Когда Прогнала И Такую Скорь Хорошо Сказал Что Плоть Не Имела Покоя Ибо Душа Павла Была Непобедима Нападения От Неверных Потому Что Между Верными Есть Слабые Которые Могли Быть Увлечены Лжебратьями 2 Коринфянам 7 6 Но Бог Утешающий Смиренный Утешил Нас Прибытием Тита Толкование Поскольку Многое Сказал В похвалу Коринфян То Приводят Свидетели Тита Кто Ж Утешает Смиренных Бог Говорит Он И Нас Утешил Послав Нам Тита Ибо Прибытия Его Было Достаточно Для Того Чтобы Рассеять Скорб Нашу Хочет Так же Представить Мужа Сего Достойным Уважения Почему Приписывает Прибытию Его Большое Значение 2 Коринфянам 7 7 Вам Добродетели Ваши Который И Сам Утешался То есть Радовался Вас Принимая Вас За Добродетели Ваши Снизкивает Мужу Сему Благоволение Их Как Хвалившему Их Пред Ним Вероятно Коринфяне Плакали И Скорбели О том Что Учитель Так Болел Духом И Так Долго Не Был У них Поэтому Не Просто Сказал Слезы Но Плач То есть Сильное Желание Так же Не Гнев Но Ревность Против Блудника За Меня Вы Воспламенились И Возгорелись Чтобы исполнить Повеление Мое За Меня Ревновали Вы И Предложи Апостолами Говорит Это Павел Не Только Для Уврачевания Прежних Укоризм Но И Потому Что Принимает Исправившихся Ибо Хотя Много Дурных И Недостойных Этих Похвал Но Он Не Отделяет Их А Всех Вместе Хвалит И Укоряет Представляя Совести Каждого Избрать Себе Своё Я Говорит Обрадовался И Присутствую Кита Но Больше Тому Что Он Сообщил Мне О Вас Такие Вести Вопросы Второй Коринфянам 7-8 Посему Если Я Опечалил Вас Посланием Не Жалею Хотя И Пожалел Было Ибо Вижу Что Послание То Опечалило Вас Впрочем На Время Толкования Хотя Я Говорит Написал К вам Так Что Превзошел Меру Коризны И Должен Был И Должен Бы Раскаяться О том Что Порисал Вас Сверх Меры Но Великая Польза Происходящая Оттого Не Дозволяет Мне Теперь Раскаиваться Казалось Не Потому Чтобы В самом Деле Порисал И Сверх Меры Но Для Того Чтобы Увеличить Похвалу Их Вопросы Рой Карифонам 7 9 Теперь Я Радуюсь Не Потому Что Вы Опечалились Но Что Вы Опечалились К Покаянию Ибо Опечалились Ради Бога Так Что Нисколько Не Понесли От Нас Вреда Толкования Скорь Была Временно Часу А Польза Всегдашняя Я Радуюсь Говорит Не Потому Чтобы Вы Опечалились Ибо Какая Мне Польза От Вашей Скорби Но Что Вы Опечалились К Покаянию Заметь Как Скорь Приписывает Послание И Не Говорит Что Принес Вам Пользу Что Было Справедливо Но Относит Это Дело Их Добродетели Вы Говорит Опечалились Но Опечалились Ради Бога Быв Обличены Говорит Нами Вы Опечалились По Боге И Впредь Ни в чем Не потерпите От нас Вреда Ибо Ибо Все Вы Не Исключая И Дошедшего До Крайнего Греха И Блудодеяния Улучшились Учитель Когда Причиняет Вред Ученику Когда Не Обличается Грешающего Ибо Если бы Его Обличили Он Получил Бы Пользу Вопросы Вот Часто Задают Вопросы Между Какая Разница Между Обличением И Осуждением Если Кто Не Знает Иногда Вам Делают Замечания И У вас Внутри Такое Недовольство Бунт Опять Что вы Меня Уучите Обычно Хочется Сказать Я И Сам Знаю Вот Об этом Апостолы Пишут И Силат И Толкуют Апостолы Укорял Павел Коринфин У них Такое Блудодеяние И Конечно Им Это Неприятно Такого Даже У язычников Что творить Это Им Конечно Было Печально Такие Письма Читать От Павла Они Думали Что Он Сейчас Гимны Хвалидные А Он Трепку Задал Но Печалилось Ради Бога И Вроде Хочется Прощения Повторить Что он Им Трепку Дал Но На самом Деле Не Так Главное Результат Результат Блудник Покаялся Они К нему С ней Зашли Вот Он Потом Пишет Опять Его Примите Видя Его Раскояние И Теперь Уже И Просить Прощения Непчим Обличение Его Было По Большой Любви И поэтому Оно И Пронесло Плоды Слава Богу И теперь Печалиться Не надо Это скорбь Это прошла Это неприятность Вот Но Это была Печаль Ради Бога И вот В 10 Стихе Как раз И пишется Про Этому 2 Коринфянам 7 10 Ибо Печаль Ради Бога Производит Неизменное Покаяние Ко Спасению А Печаль Мирская Производит Смерть Толкование Рассуждает О печали И показывает Что печаль Не всегда Есть зло Но Только Тогда Когда Она Бывает По Миру То есть Об Имуществе Славе Об Умерших Ибо Такая Печаль Производит Смерть Непременно Уже Душевную А часто И телесную Ибо Через это Многие Погибли Если Кто Добровольно Скорбит О грехах То Скорбит Ради Бога Ибо Врачество Это Приготовлено На случай Сей Одной Болезни Для Произведения Неизменного Покаяния Ибо Никто Из Скорбящих Ею Никогда Не Раскаивался В том И Для Избавления Человека От Душевной Смерти Вопросы Игнать Тихонович Дополните Сколько Либо Ну а Что Добавлять Надо Просто Понимать Что За Этим Следует Люди Часто Жалуются На Какие-то Условия Подключите Игнать Подключите Нет Подключить Подключить Не 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 Он Отключился Подключите У вас У вас Усердия Какие Извинения Какое Негодование На Виновного Какой Страх Какое Желание Какая Ревность Какое Взыскание По всему Вы Показали Себя Чистыми В этом Деле Толкование Толкование Извинил Думали Что Представляет Себя Каким-то Властителем Тотчас Поправился Употребив Слово Желание Которое Есть признак Любви А не Власти Какую Ревность К Богу Какое Взыскание За Законы Божии Ибо Вы Наказали Нарушивших Оны Вы Говорит Не только Не сделали Ничего Такого Что Сделал Блудник Но И Не Потворствовали Ему В прежнем Послании Сказал И Вы Возгордились 1 Коринфянам 5.2 Что Делало Их Общниками Преступления Поэтому Здесь Говорит Теперь Вы Очистили Себя И от Этого Подозрения И показали Себя Чистыми Ход Порицания Он Им писал Вы Вместо Того Чтобы Плакать Вас Гордились А В этом Во втором Послании Уже Видимо Этот Блудник Покаялся И Они Уже Поняли Свою Ошибку Что Они Его Не Исправляли В свое Время Страшились После Первого Послания И в втором Послании Уже Совершенно Другое Мы Читаем Итак Поблагодарим Бога И Сегодня Закончим Принятие Благодарим 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 И Матерь Бога наша, честнейшую и любимую, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без искления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу, Тебе Вещаким. Милосердный Сознатель Господь и Бог наш, мы присалим перед Твоим величием, чтобы возблагодарить Тебя за голговскую жертву, что дал нам чудо-небо, это вера в Тебя, дал нам Святую Библию на понятном языке. Мы не можем выразить, Господи, благодарность. Ты изменил нашу жизнь, хвала Тебе, и за эти занятия, за эту возможность преподать к ногам Твоим. И воистину, приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь. Продли еще мир на земле. Найди новые души. И кому мы возвестили, открой их сердца. Сохрани нас в святой православной вере. Тебе слава за все, Господи, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Следующее занятие будет послезавтра, в воскресенье, в этом же время. Охрани всех, Господь.